Больше всего я выступала вначале в Германии, и я любила Германию, как я уже говорила, и я была совершенно потрясена, конечно, интересом к России, потому что я совершенно не ожидала, что нас так любят немцы. Причем, конечно, приходили не только верующие люди, приходило тысячами, все аудитории переполнены, стадионы, но, естественно, это не просто потому, что я так хорошо выступала, а потому что была колоссальная надежда на Россию, у всех немцев, как всегда. Это так, очевидно, в истории было всегда лучше, ведь немцы мы помним. Гердер, Шпенглер, тот же Хайдеггер, все-таки очень любили Россию, и говорили об особом пути. Шнайдер говорил, что в России небо находится на земле, душа русская, душа христологическая, христианская по природе, именно русская душа и так далее. То есть вот я увидела, что такое немец и как он любит Россию. И, конечно, они начали безумно помогать. То есть я очень много публиковала, но на их деньги все вот эти вот, не все, может быть, но почти все монастыри открылись нашими книгами, которые мы из Германии. То есть толстые, да, книги, литургические, это все вот на деньги моих выступлений. Сейчас они в той комнате, но вот. И катехизисы издавали, потом добротолюбие первое, что я издала все эти пять томов. Вот опять же, я говорю, я, да, простите за это слово дурацкое, но на самом деле меня просто забросали каким-то невероятными гонорарами и прочими. Именно организовали тут же секретариат, 500 человек собрало, да, назвали Татьяной Горичевой. Ну что делать? Я, значит, пришла, говорю, давайте. Потому что сидят все по тюрьмам, да, что делать? Я говорю, я согласна, называйте как хотите, только я хочу посмотреть, что вы делаете, чтобы было четко. Вот, и поэтому они сразу же добротолюбие, мы громадными тиражами. Посылать было очень трудно через туристов, поэтому маленький этот форматик, да, я сделала специально, чтобы карманные, да, чтобы люди арестовывались за наших этих, вот, были, были даже случаи в тюрьме сидели из-за этих книг. То есть была гигантская, как бы, помощь России, поэтому я с удовольствием выступала, одновременно интерес, помощь, мне интересно было. И, ну, потом, конечно, интересно было весь мир посмотреть. Могу сказать так, что после Германии больше всего, наверное, интерес в Испанию, к русской церкви. Так вот, в те годы, это было, я 20 там назад, да, мне постоянно там, то есть, наверное, мы как-то немножко похожи на… Там даже открыли православную церковь в Барселоне, в Каталонии, да, после моей книжки, она вышла на каталонском языке, мы открыли, там какая-то община очень сильная, православная. Ведь западное христианство настолько потеряло опыт, мистику, да, литургию, уже нет, я там не говорю про старчество и про всякие такие вещи, что они, вначале они пытались всё это найти в буддизме, там, в Индию ездили, да, в йоге, в какой-то трансцендентальной медитации. А потом, когда, вот, так сказать, был открыт вход уже к России и почитав русских писателей и добротолюбие, они поняли, что в том же христианстве эта мистика есть, и она есть в православии. И так что такая тяга, вот она и сейчас есть, да, мы сегодня говорили про Францию, она во Франции тоже, да. Лучшие католики, они, естественно, просто требуют, чтобы им всё время рассказывали, да, вот, о Иисусовой молитве, как о посте, о баскетике, о монастырях русских, о старцах. Сейчас у нас выступал отец Тихон, святые и не святые, там, столько народу набежало там, да готовы слушать день и ночь. И это всё из-за кризиса западного христианства, хотя запад, конечно, кризис уже слишком далеко зашёл, и уже просто мусульмане, да, завоевали запад демографически, да, ну и духовно фактически. Но всё равно, если Господь есть, то бывают и чудеса. Может быть, когда-нибудь все эти западные корни откроются, благодаря России, естественно. Сейчас мы сделали, например, книжку во Франции против вот этого, так называемого, современного искусства, чем развлекается Прусси Райт, Гельман там и прочее. Значит, на Западе это уже 60 лет, как они этим развлекаются, поэтому они крупнейшие там какие-то искусствоведы, философы написали статьи против этого, открыли все корни, откуда это идёт, это из Америки всё там, кто первый начал, писающий Христос, да. А меня попросили пресловие написать, пожалуйста. У нас это только, знаете, Пусси, да, только что появились, а они уже всё это знают на Западе, поэтому, да, они нам тоже могут помочь, потому что они пережили, как кардинал Ильс Сержья говорит, мы уже 200 лет эту перестройку переживаем. Вот. На них масонское, например, нападение вот всяких таких оккультных, да, сил, гораздо более сильное на католическую церковь было, чем на православную. Потому что эта церковь действительно, она и сейчас сильнее, чем православная. Смотрите, Африка, да, становится католической, Латинская Америка всё-таки, да, кругом рост католицизма, Филиппины колоссальный рост. То есть эта церковь молодая, растущая, и папа, так сказать, опять такая, какая фигура, да, какое влияние, и так далее, и так далее. Вот. Латинская Америка тоже нас очень любят. Там это вообще было. Я так бы, я так люблю это, в Латинскую Америку. Вот. Единственное, что я не могу уже летать на самолёте. 25 часов надо лететь. В любую. Хоть в Чили, хоть в Бразилию, хоть куда. Это там я упала в обморок, и сказали, мадаме, морт. Вот. Поскольку в океан меня не сбросили, я, вот, сделали уколы, я осталась жива и ещё прочла доклады в Эквадоре. Последний раз я в Чили выступала. У них, что, у них, во-первых, это как бы третий мир почти, что, да, похож на на, да, похож на наше во всех, по всем структурам. Потом тип человека похож. Это люди, которые понимают, что такое страдание, настрадались они, и люди, которые понимают, что такое радость тоже, умеют праздновать. Наши, конечно, уже не умеют, это ясно. Но у них вот это сочетание страдания и радости даёт какую-то невероятную полноту бытия. Они всегда радуются, они поют, у них очень много поэзии. В Чили тоже, каждый человек, второй поэт. У них как-то кафе переполнено какими-то философствующими людьми. То, что у нас когда-то было, да, сейчас у нас уже, смотрю, нет этого. И я выступала первый раз в Бразилии, в Рио-де-Жанейро на Большом женском конгрессе. Меня пригласил кардинал Рио-де-Жанейро, и я говорила, значит, о положении женщины тяжёлом в России. Что-то сказала про очереди там, которые, значит, на меня бросилась с ножом какая-то девушка. Ну, там же по нашему типу, там КГБ сразу её схватило. Я даже не заметила, видела, какая-то тень промелькнула. Меня даже не коснулось ничего. Я говорю, кого вы там вывели из зала, потом спрашиваю. Они говорят, вот тут одна хулиганка, вот мы её знаем, значит, не обращайте внимания. Я говорю, нет, я хочу познакомиться. Кто это такая? Она хотела басу бить, говорю. А я говорю, ну, так это тем более я хочу познакомиться. Я подружилась с этой девушкой, Патриция. И она принадлежала к богословию освобождения. То есть у них настоящая война, гирилла там в горах, священники. И читали всё время они. Леонардо Бофф, это немец, да, который писал эти книги по богословию освобождения с винтовками. Мне так она понравилась. Она глубоко верующий человек. Но вот у неё дух просто огненный, бесстрашный. Всё время мы с ней общались. И я говорю, а чего ты нам... Она говорит, мы так любим Советский Союз и Россию, а ты что-то стала критиковать. Вот, говорит, поэтому я... То есть вот такая идеализация, да, не... Я говорю, ну, ты же знаешь журнал, читаешь, всё же это... Я говорю, ну, ты прости, что... Она говорит, нет, для нас-то идеал остаётся. Вот, то есть так. Ну, это сейчас, конечно, уже кончилось. И кончилось богословие освобождения. Вместо пришла теология зелёных, да, сейчас. Теология, экология, главное во всём мире. То есть все левые занимаются этим. Вот. Но, тем не менее, вот такая любовь к России, да, которая перенеслась и на Советский Союз, естественно. Не важно, что, да, всё это западная пропаганда, если что, отрицательное. Спасибо. Спасибо.